Искусственно выведенные вирусы, убивающие только раковые клетки, модифицированные бактерии, которые производят кормовые добавки для животных, радикальное продление жизни. Все это темы работ российских генетиков. По масштабу задач, прорыву, значению для страны, программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами 20 века. Что? Опять? В Думе сегодня тоже говорили о том, насколько Россия справляется с коронавирусом. Сегодняшний день показывает, что качество медицинской помощи выше намного, чем в Соединенных Штатах Америки. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Владимир Путин сегодня резко раскритиковал реализацию мер помощи гражданам и медицинам. Сразу в нескольких регионах задержали доплаты врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Президент сказал о том, что выделяются федеральные ресурсы и надбавки для врачей и социальных работников, которые работают в психонервологических диспансерах, в домах престарелых. Во многих больницах не хватает врачей. Они сами массово болеют и продолжают говорить о нехватке средств, индивидуальной защиты и невыносимых условиях труда. В марте месяца 2020 года нас перевели с 40-й больницы на ВДНХ в коммунарку. Я работала честно, исполняла свои обязанности. Работала по двое суток, а иногда и по трое суток подряд. Нас перестали кормить. Нам стали выдавать БУ вещи. Наталья Любимова, как и многие другие медики, так и не дождалась обещанных президентом дополнительных выплат. Ей и не только. Руководство больницы отвечало примерно одинаково. Когда мы задали такой вопрос, они сказали, вам Путин обещал, Путин пусть вам и выплачивает лично. Мы ничего еще не получали и нам сказали, что этот президент обещал, с него и спрашиваются. Администрация на пяти минутки объясняет врачам, что никаких доплат нет, потому что у нас госпиталя нет, и вы получите ту зарплату, которую вам положено. 8 апреля, напомню, во время очередного обращения к населению, Владимир Путин сказал, что из бюджета выделят деньги на выплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин 25 тысяч рублей. Не знаю никого человека, по крайней мере в нашем Люберецком районе, кто бы получил такие выплаты. Если это произойдет, мне кажется, что человек, которому это придет на карту, просто потеряет от счастья сознание. Потому что это воспринимается, я не знаю, как вот если бы НЛО прилетело. Вот такая вероятность того, что дадут выплату. Если дополнительные выплаты и были у кого-то из врачей, то это вовсе не те суммы, о которых говорил Владимир Путин. За месяц, что я работал на коронавирусной бригаде, я получил дополнительно 7 тысяч 200 рублей. В квитке их нет. Руководство начисляет дополнительные деньги, прям чуть ли не посекундно. То есть, когда человек находится на выезде, ему дают карту, у него начинает идти набавка. Как только он с этого вызова возвращается, это перестает идти. Одной суммой 25 тысяч еще никто не видел из наших. Со мной связывается медперсонал. Ни один, ни два. Это массово. То есть, это больше 10, больше 20 человек. Бывшая пациентка коммунарки, журналист Наталья Андреева, общается с ее лечащими врачами, и она возмущена отношением к ним со стороны власти. Разделять людей и говорить, эти люди от частной аутсортированной компании, им не нужны доплаты, а вот эти люди в штате коммунарки им нужны. Я считаю, это абсурд. Речь идет просто об оплате твоего труда, об оплате труда людей, которые работали в опасных условиях с коронавирусом. Сегодняшний день показывает, что качество медицинской помощи выше намного, чем в Соединенных Штатах Америки. Владимир Путин потребовал от министров и региональных властей усилить дисциплину на местах. По словам президента, стимулирующие выплаты медикам во многих регионах начали выдавать только после напоминаний от него лично. Положите просто пальчик на свои глаза, ну примерно вот так вот, вот положите, вот так вот. Делайте. Это же касается выплат на детей, о которых президент сообщил 11 мая. И с оформлением у многих тоже возникли сложности. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на ребенка, на каждого ребенка в семье. И портал госуслуги не справился с этим объемом обращения. По масштабу задач, прорыву, значению для страны Программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами 20 века. Новый мост в Северной Осетии стоимостью более полполумиллиарда рублей не выдержал удара проливных дождей. Асфальтовое покрытие, которое положили менее полугода назад, покрылось глубокими трещинами. Из-за скопления воды грунт просел и потянул за собой дорогу. Многотонная баржа едва не обрушила мост через реку Кама в Пермском крае. На кадрах видно, как она буквально подперла вяду к подъемным кранам и застряла под ним. По данным местных жителей, судно могло унести течением от причала. По другой версии, из-за подъема воды на барже не рассчитали высоту моста. Программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами 20 века. В истории, которая достойна экранизации по мотивам известного фильма об ограблении, эту и ночью подмосковные друзья Оушена похитили крупную партию медицинских масок почти на 30 миллионов рублей. На этих кадрах две фуры, груженные коробками с медицинскими масками. В этом гараже их видели в последний раз. Вот через несколько часов те же самые машины, но уже пустые. Они благополучно отправились в рейс, но по дороге 2 миллиона масок исчезли без следа. Представляете, кошмар. Ну, слушайте, если все такие дураки, что воспринимают все это всерьез, то им можно только посочувствовать. Анют, представьте себе ситуацию, представьте себе сцену 13 или 14 век. Монгольские сборщики Дании, которые только что обчистили деревню, рыдающие бабы, зарезанные куры-свиньи, грязь, побитые мужики. И в изрубленных латах и шрамленные монголы сидят, порыгивают кумысом верхом. И вдруг им подают такую вот бумагу. Местный панамарь подходит, подает бумагу. И в бумаге написано «Уважаемый Тархучар Найон, вы являетесь доверенным лицом там Джебена Найона и хана Угедея. Довожу до вашего сведения, что я в течение 25 лет исправно платил вам татаро-монгольскую дань. А теперь по случаю рождения двойни рассчитываю на ваше ответное взаимопонимание и на то, что изуплаченный мною татаро-монголом Дани вы выделите, наконец, мне средства, необходимые для того, чтобы дать мальчику, мальчикам, родившимся у меня, возможность закупить льняные рубашки, онучи и так далее». Вот вы представляете себе эту картину, да? И что будет ответом сборщиков Дани? Будет косой удар поперек морды этим ханским хлыстом, потому что единственное, что мы получаем за уплату налогов, это то, что нас не сажают в тюрьму за неуплату налогов. Все, на этом ставится точка. Все остальное, мелкие подачки, которые не делают погоды, которые не могут никому облегчить жизнь ни формально, ни неформально, это все из области мифологии, это все для полных дураков, которые продолжают веровать в государство. Это само по себе абсурд, если люди верят в какую-то помощь, если, ну да, есть категория самозанятых, которая характеризуется тем, что самозанятые – это тот, кто не оставляет никаких следов документальных о своей самозанятости. Это, по сути дела, лицо нелегальное. Каким-то образом освободить его от платы тех налогов, которые он не платит, абсолютно невозможно, потому что он тихорит свои доходы, свои налоги и так далее. Но мы пришли к тому, что мы стоим на пороге совершенно безжалостного времени, безжалостного и крайне интересного, потому что сейчас все вот люди, которых начнут увольнять, от которых начнут избавляться, они тоже не будут понимать, что с ними происходит. Но в мире, в стране, в обществе такое количество лишних людей, да, ну вот знаешь, бывают отели, там есть царственный швейцар, там есть парковщик автомобилей, там есть подносчик багажа, там есть вообще много всяких живых звездочек этого отеля, которые бегают вокруг вас и помогают вам обустроиться, и олицетворяют комфорт. Вот они все нафиг не нужны, потому что чемодан можно донести самому, заселиться, пройти ключ тоже можно самому и так далее, и так далее. То есть все равно цивилизованный мир последнего времени расплодил огромное количество чудесных людей, труд которых никому не нужен, пусть даже и самоотверженный. И спасать этих людей никто не будет. И причем ведь дело даже не в том там каком-то конкретном директоре, каком-то Павсикаке Соломоновиче, который сейчас удаляет работников. Дело в том, что у этого Павсикаке Соломоновиче тоже есть директор в лице общества, который либо востребует, либо не востребует его труд. И вот это вот огромное количество тех, кого не брали предыдущие кризисы, оно будет представлять собой, я бы сказал, такую социальную загадку. В Кремле загадок не любят, их не умеют разгадывать. В Кремле радуются тому, что очередная липа, очередная речь была воспринята, восторжена. Это чистый театр. И верить Путину или верить Мишустину, или верить любому другому высокопоставленному чиновнику, его заверениям и его обещаниям, это все равно, что там, не знаю, верить Ричарду Третьему на сцене театра «Глобус», который исполняет актер, и Ричард Третий обещает передушить своих неприятелей. Вот люди, которые верят, они вообще, с моей точки зрения, как бы и достойны своей печальной участия. Редактор субтитров А.Семкин